Прежде чем крутить любовь, научись крутить портянки. Товарищ полковник. Помнишь, ты мне обещал в компьютерный клуб соводить? По информатике подвитаскать. Эй, Трофим, чё? Хочешь в компьютерный клуб сказать? Чё, прямо сейчас? Если бы у тебя сразу был дом, семья, то попошу в Суворовское. А чё ты, а террорист? Я тоже террорист. А можно я за спецназ? Ты трус, Леваков. Всех благ. Если я еще раз убежу тебя рядом со своей дочерью, пеняй на себя. Почему? По кочану. И еще один наш. Где наш? Да вот, Гитлер Югин. Скал креслость за три. Ни хрена не наш. Пацаны, там Трофимов нос разбили. Кто? Пашки, стены. Вчера в компьютерном клубе произошла драка. Дрались наши суворовцы. Суховлин, Синицын. Перепечка. Руки к осмотру. Дрались стенка на стенку. Ни одной царапины. У нас что, суворовцы в бронежилетах были, а? Через пять минут. Чтобы весь взвод в спортивной форме был на стадионе. Ясно? Что, стандартное «Динамо», да? Поматросил и на багу. Да, спусти меня, а! Да вали! Пас, пас, пас! Нормально? О, Олег! Нормально? Что, Макаров, живой, а? Вставай, вставай, а то простынешь. Сентимир. Я. Вам желтая карточка. Еще раз такое повторится, получите красное. Ясно? Так точно, ясно, товарищ генерал. С каких пор ты выбираешь, с кем мне общаться, а с кем нет? Это началось с тех пор, как я стал твоим отцом. Блин, да не выдержит он. А я говорю, выдержит. А ты что, проверял? Мне друган рассказывал. У него мать на новой заводе работает. Там вот эти вот самые пакеты по технологии должны удерживать вес человека. А про слона твоего друга ничего не рассказывал. Так, хороший базар. Ставки сделаны, на кону буфет. Значит, Трофим говорит, что лопнет. Сухой говорит, что не лопнет. Демонстрируйте. Эй, пацаны, вы о чем? Кто здесь лопнет? Да вот, Печка, спорим, лопнешь ты или нет, если этот пакет молока высосишь. Да! Пакет молока? У нас там было. Хоп! Да легко. Да ладно, легко. Тебе только дать. Трофим, сухомлены поспорили, что пакет молока выдержит вес человека. А как это? Молча. Сейчас увидишь. Иди. Опа. Ну, пацаны, я пошел. Эй, куда? Я здесь полы только что вынул. Печка, ну ты чем, мол, водой? А это молоко, ты знаешь, как все сиянь будет? Молоко. Да рассовемся-то, Печка, ничего с нами плави не станет. Ферму гарантирует. Давай. Ну, давай хотя бы тряпочку положим. Или вон, тазик. Хоть все в нем останется. Блин, Печка, это многое все-таки. Ну, все пристегнулись? Вот урод. Блин, пацаны, извините, ну, че, по краям браковые. Печка, блин, урот, застаньте, тазик. Печка, блин, урот, застаньте, тазик. И ты еще совсем зеленый. Без сна на сердце, каждый день без сна. Печка, блин, урот, застаньте, тазик. Весь мир живет твоим законам. На перегонки с ветром впереди любовь где-то там. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идешь и рядом я иду. Потому что у нас все роли главные, видишь, мы с тобой сидим в одном ряду. Даже если у нас дороги разные, видишь, ты идёшь и рядом я… Привет! Здравия желаю! Что, бьёт? Капает! К отцу? Стоп, машина! К отцу потом! Неужели ко мне? Угадал. Тебе. С просьбой. Ты мне суворовца одного не позовёшь? Суворовца? Суворовцы – это хлопотно. Их тут 600 человек. Пойди, найди того, кто такой красавице подойдёт. Леваков Андрей. Третий взвод. Понятно. Совсем девки с ума посходили. Чего ж вас всех так насосов-то тянет? Есть же реальные пацаны в соку. Слышь? Реальный пацан в собственном соку. Сделаешь – нет. Ой, не знаю. Вообще-то, тарифы давно изменились. Но чисто ради тебя. Ох, Александра, верёвки ты из меня вьёшь. Заменять. Реплейс. Освободительный. Либерейшн. Удовлетворение. Сатисфакшн. Ну, факшн, конечно, тоже удовлетворение приносит. Но правильно – сатисфэкшн. Военнослужащий. Так, сосы, кто из вас леваков? Я. Там к тебе женщина пришла. А, мама? Ну, я не знаю, какие у вас отношения. Если ты твоя мама, то ты неплохо устроился. Чего ты стоишь? Давай как Форт Мондео. А то и тебе и мне. По башке настучат. О, ты? Я, привет. А чё ты тут делаешь? Так, забежала на минутку. Понятно. Что-то случилось? Да нет, ничего. Кстати, вот это тебе. Спасибо. Зачем? Это тебе от мамы. От твоей? Да нет, от твоей. Ага. Ты что, была у моей мамы? Ну, тебя же не пускают в увольнение. Ну, что ты замолчал? Слушай, Саш, мне кажется, что нам больше не надо встречать в течение всего. Почему? Это потому, что ты ездил дома, да? Или есть какая-то другая причина? Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю. Все нормально? Так точно. Генерал вернулся? Так точно. Полчаса назад. Что там у тебя? Что там у тебя? Ничего, товарищ полковник. Кто-то знает. Я сама буду решать, как мне жить. Ясно? Так, это чье? Ну, вот тут женщина приходила к суворовцу. Наверное, забыла. Кто же этот суворовец? Вроде Будаков. Из четвертого взвода. А тебе не говорили, что взрослых обманывать нехорошо? Я не обманываю, товарищ полковник. Ну, и где они теперь, эта женщина и суворовец? На территории? Так точно. Ну, Будаков так Будаков. Не забудь вернуть. В гробу я видал такие шоколадки. Да голодушь вам парни, этот выдержит. А по-моему, они одинаковые. Нифига, этот не лопнет. Здесь вот марка другая, другой производитель. Слышь, Сухой, ну и тебя нафиг с твоими производителями. В прошлый раз еле-еле отныли. Вон у печки до сих пор молоко на губах не обсохло. Да, да, молоко. И не жалко молоко переводить. Жалко печка. Но истина, да. Разрешите? Да, да, конечно. Александр Николаевич, говорят, вы меня искали. Да, проходите. Садитесь, Сергей Викторович. Понимаете, Сергей Викторович, поскольку вы у нас человек передовой. Вы подаете информатику. Я считаю своим долгом напомнить вам, ну, чтоб вы не забывали, в каком учреждении вы работаете. Ну, как-то следите за собой. Александр Михайлович, я что-то не совсем понимаю. А, ну, в прошлую субботу ведь что-то в ресторане праздновали? Ну, да. День рождения у друга. Простите, а какое это имеет отношение к работе? Имеет, Сергей Викторович, тут все имеет. Поскольку выходили вы из ресторана, так скажем, ну, мягко выражаясь, не строевым, но не очень уверенно, и вас могли запросто увидеть суворовцы. А у нас что, суворовцы по ресторанам ходят? Да нет, слава богу, пока не ходят. Но возле ресторана могли пройти, могли вас увидеть. Ну, если я вам об этом говорю, значит, вас кто-то видел. Александр Михайлович, я… Ладно, бог с ним, бог с ним, с рестораном, Сергей Викторович. Я, собственно, о чем хотел с вами поговорить-то? Скажите, вот у нас третий взвод, есть там такой суворовец, Леваков. Как он учится? Да нормально, не блещет, но успевает. Этот Леваков, собственно, о нем я и хотел поговорить. Но разговор наш будет сугубо конфиденциальный. Я надеюсь, вы меня понимаете. Ну, че, сухой, ни себе, ни людям, да? Блин, это тоже Лев попался. Гадом буду, но найду, который не лопнет. Эй, ты меня сначала в чайной своди, а потом ищи, если бабки останутся. Блин, пацаны, столько добра пропадает. Давайте хоть кота принесем, вот того рыжего, с кухни. Нифига кота, сейчас в печке все слишь. Чтобы перейти в режим предварительного просмотра документа перед печатью, нужно нажать кнопку «Предварительный просмотр». Тогда можно будет контролировать, в месяц или весь текст на странице, или нужная страница оказалась на следующем. Все? Так точно. Молодец, Суворовец. Садись, отлично. Ты че делаешь? Все трудно, придурка, а то попали. Мы перейдем к алгоритмам. И об алгоритмах нам расскажет, нам расскажет... Суворовец Леваков. Термин «алгоритм» произошел от фамилии узбекского математика девятого века, Мухаммеда Алхарезма. Алгоритм Алхарезме. Слышь, Макар, это че за алгоритм? Узбеки придумали! Марсиане, а ты это че, не читал? А нафига? В прошлый раз вызывали. Волю его чешут. Петька, чешут ценю за ухом, а Лева себе увал зарабатывает. Понял? И последнее свойство алгоритма – это массовость. Это свойство означает, что один и тот же порядок действий, то есть один и тот же алгоритм, может применяться для решения нескольких задач. А у вас все? Все. Ну, что я могу сказать по поводу вашего ответа? Не важно. Совсем не важно. Я бы даже сказал, неудовлетворительно. Почему? Я же вроде все рассказал. Формально, как бы да, вы ответили. Но суть вопроса вы не понимаете. Вот вы называете алгоритм порядком действий. А ведь это не порядок действий, а последовательность. А какая разница? Большая своровец. Порядок может быть на кухне, в туалете. А у действия в алгоритме должна быть последовательность. И вообще, там, где нужно говорить совокупность, вы говорите сумма. Это же одно и то же. Молодой человек, давайте вы не будете философствовать. Информатика, наука точная. В учебнике написано совокупность, значит, так и надо отвечать. И потом, от кого произошло понятие алгоритм? Я же сказал, что от узбекского математика, Мухаммеда ал-Харезм. А на самом деле его звали Мухаммад ибн Муса ал-Харезми. Что же вы коверкаете-то, а? Так что садитесь. Три. Как три? За что? То есть, тройка вам не нравится? Тогда два. Почему? Я уже сказал, почему. Хотя бы из уважения к великому математику. Дорогий Викторович, но он же в основном, правильно? Так, кто-то еще хочет ответить? Ссоры с перепечкой, кажется? Пожалуйста, к доске. Не, я это, я ничего. Я же это. Слушай, чего он так, каякный? Не, ну, видели, как в информате к леву прессанул, а? Да, на гнолова, конечно, здорово. Ты понимаешь, какая разница, сумма там или совокупность? Ну, извините, укуплять и суммировать совсем разные вещи. Да ладно, ладно. А может быть, пойдем все к нему и скажем, что это полная фигня? Ну, что ты на уроке молчал, Пенечка? Умный самый, что ли? А я не молчал? Я, ты, типа, это... Ну, вот именно, ну, вот, типа, как бы, а он же ж меня, да? А типа, ты бунтовал, да? Пенечка, послушайте, ну, какая теперь разница? У меня вот только интересно, его что, баба кинула? Чего он на леве срывается? Ну, не знаю, на сухом баба его не кинула, а на леве почему-то кинула? Ну, может, сухой ему нравится. Так, стоп, еще договорились, я смотрю. А может быть, ноздрю устуканем? Да ладно, пацаны, расслабьтесь. До субботы еще время есть, я что-нибудь придумаю. Ну, что ж, вопрос, конечно, не простой, зато оценка на балл выше. В чем дело, Леваков? А, вопрос хочу ответить. У вас оценка уже есть. Может, дадите возможность товарищам ответить. Это оценка-двойка. Я хотел бы исправить. Исправить. А вы уверены, что хуже не сделаете? Уверен. Я знаю все. Сократ говорил, я знаю, что ничего не знаю. А Леваков, оказывается, у нас знает все. Я имел в виду эту тему. Ах, вот оно как-то. Ну, хорошо, тогда расскажите нам алгоритм перехода улицы на светофор. На светофор? Ну, первое действие мы смотрим на светофор. Если горит зеленый свет, мы переходим улицу. Если горит красный, стоим на месте. Ну, да. А говорите, все знаете. А я что-то не так сказал? Не так. Алгоритм не полный, Леваков. Как? А вот так. А если светофор вообще не работает? То по вашему алгоритму нужно стоять на дороге, как болван, и ждать соответствующие службы, пока они приедут и не починят? Этот алгоритм был дан в учебнике. Ну и что? Учебник, это же не Библия. К изложенным материалам нужно относиться творчески, а не буквально. Так что садитесь, Леваков. Двойка остается. Простите, конечно, но вы просто противоречите сами себе. Леваков, вам было сказано сесть. На прошлом уроке вы мне сказали четко следовать материалу, который изложен в учебнике. Суворовец, вы русский язык, понимаете? Скажите, пожалуйста, зачем вы ко мне придираетесь специально? Я же вижу. Леваков, вы мешаете вести уроку. Никому не мешает мне что вести, успокойтесь. Я вас не отпускал, Леваков! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, Леваков, давайте в присутствии вашего офицера-воспитателя расскажите о своей выходке. Товарищ полковник, это была не выходка. А что это было? Акция протеста? Товарищ полковник, мне поставили двойку нечестным. Леваков! Спокойно, Павел Павлович, спокойно. Скажите, Леваков, а вы что, закончили педагогический институт, чтобы делать вот такие выводы? Может, у вас есть диплом преподавателя? Так пишите заявление. Я вас на работу возьму. Знание надо доказывать ответами, а не хлопанием дверьми. Товарищ полковник, я думаю, он просто сорвался. Сорвался. Что значит сорвался? Альпинисты тоже мне. Так, знаете, можно дверьми хлопнуть, что из училища вылетишь? Виноват, товарищ полковник. Больше не повторится. Хотелось бы на это надеяться. А я смотрю, Леваков, вы упорны, не хотите ходить в увольнение? Почему не хочу? А я откуда знаю, почему. Ладно, подождите там, за дверью. Есть. Товарищ полковник, он же детдомовский. У парня обостренное чувство справедливости. А у меня, значит, притупленное. Павел Павлович, если каждый суворовец начнет обсуждать оценки преподавателя, что это будет? Павел Павлович, что это будет? Значит так, перед педагогом извиниться. И пока не исправит оценки, никаких увольнений. Никаких увольнений. Товарищ полковник, у него же мать. Я знаю, что у него мать. Вы не волнуйтесь. Я звонил, с ней все в порядке. Если нужно, сами поможем. Да она нам потом сама спасибо за сын скажет. Павел Павлович. Ну что, пацаны, видели? А ты руку убери. Пожалуйста. Ну что, Трофим съел? Я же говорю, выдержит. Это все зависит от марки пакета. Ладно, слезай, то сейчас от радости описываешься. А ты смотрел, аж горе, блин. Готовь бабло. Я сегодня голодный. Подожди, так это же кефир, а не молоко. Ну и что? Какая разница? Как какая разница? Мы с тобой на молоко договаривались. Трофим, чтоб ты знал, вот, кефир – это молоко, которому больше не делят. А у кефира плотность другая. А при чем тут плотность? Ну как при чем? Давление на стенке другое. Слышь, может, ты мне еще эту формулу давления на стенке выбедешь, а? Ничего мы выводить не будем. Ежу понятно, что это из-за плотности. А по-моему, это из-за жадности. Зажал буфет, так скажи. Ничего я не зажимал. Мы с тобой на молоко договаривались, а не кефир. Правда, пацаны? Вообще-то мы спутали на буфет, а ты его зажал. Привет. Здравствуйте. Как дела? Дела в ментовке, мы службу несем. Молодца. Слушай, ты мне с воровца не позовешь одного? Буквально на пять минут. А вы ему кто? А я ему друг, товарищ и брат. Не положен, товарищ брат. А у меня что-то вкусненькое есть. Ну, отцами и кушайте. Слушай, ты что такой затюканный? Ты с какого курса? Не важно. Слушай, а ты случайно полковника Ноздрева, не знаешь? Отца моего. Или это тоже не важно. А, так это ты, похоже. Так кого позвать? Леваков Андрей, третий взвод. Хорошо, подождите тут. Бурыкин, хоть сюда. Привет, дочь. Привет. Ты не зыркай на него, не зыркай. Он выполняет мое указание. Если моя дочь появилась на КПП, я должен об этом знать. Свободен. Ну, что это ты тут у нас на КПП нарисовалась, а? Десять минут назад по телефону ты мне сказал, что у тебя уроков не в проворот. Или что, так соскучилась по отцу, что пришла повидаться? Или не по отцу, а? Пап, скажи, пожалуйста, а почему Суворовец Леваков не ходит в увольнение? Так. Мы, кажется, с тобой уже обо всем договорились, так ты никак не угомонишься. Пап, я задала тебе вопрос. Как дочь офицера ты должна прекрасно знать ответ на этот вопрос. Причин для отсутствия увольнения у Суворовца могут быть две. Успеваемость и дисциплина. У Левакова проблемы и с тем, и с другим. Пап, скажи честно, а может ты его в оборот взял? Что? Если ты через пятнадцать минут не будешь дома, то вечером я тебя в оборот возьму. Ты долго думала, чтоб отцу такое высказать? Пап, пойми ты, наконец-то. Домой, живо! Да. Извините, Яков Иванович, вы сейчас очень заняты? Очень и не очень, понятие относительное, смотря для чего. У нас вопрос физического характера. Физического. Значит, не очень. Слушаю вас. А вот у молока и у кефира плотность разная? Очевидно, да, разная. Ну, а плотность влияет на давление, так? На какое давление? Ну, на давление в пакете. Вот, а человек, не смогли бы вы четче сформулировать суть проблемы? Давайте я объясню. Вы поспорили, что пакет молока выдержит мой вес. Но мы взяли пакет кефира. Я считаю, что без разницы, молоко в пакете или кефир. А он говорит, что разница есть. Что из-за этой плотности давление на съемки… Понятно, понятно, все. Проблема ясна. Молодые люди, вам что, заняться нечем? Ну, понимаете, мы поспорили. Ну, это я уже слышал. Ну, и кто на что ставил. Я говорил, что выдержит, а он говорил, что нет. Ну, поздравляю. Вы выиграли. Почему? Ну, потому что в данном случае плотность действительно ни на что не влияет. Ни молоко, ни кефир. Ваш вес не выдержит. Как? Но этот же выдержал. Вы уверены? Конечно, я сам на него становился. Этого не может быть. Яков Иванович, он не врет. Я сам видел. Все равно не может. Послушайте, Суворову цель. А вы меня случайно не разыгрываете? Яков Иванович, а что у вас здесь происходит? А? Петя, ты? Нет. Это его сын. Максим. Ой, мальчик мой. Слушай, как же тебе все-таки идет эта форма, а? Ну, не Версачи. Но мастер знал, что делал. Красота. Красота. А где отец? А, у него сегодня встреча. Там какие-то китайцы приехали. Все это снимают. Понятно. Выбери меня, выбери меня, птица счастья в завтрашнего дня. Не поясничай. Ты есть будешь? И пить тоже. А, сынок, что ты будешь кушать? Еду. Может быть, ты все-таки на кухне поешь, а? Сейчас иду. А кто это? Ну так, знакомая она. Кто-то знакомая? Почему я ее не знаю? Ну, это Андреяна Склинарикова. А там Андрея известная, не знаешь? Откуда ты ее знаешь? Она у нас по субботам в училище масло режет. Вот как был лоботрясом, так и остался. Имей в виду, я второй раз вас отзывать не буду. Сейчас отвечу и иду. Товарищ преподаватель, третий взвод к урока эстетике готов. Отсутствующих нет. Очень хорошо. Садитесь. Итак, у меня есть для вас приятные новости. На этой неделе у нас появился шанс закрепить русскую классику конца 19 века на практике. В частности, речь идет о Петре Ильиче Чайковском. Ну вот, она говорила приятные новости. В этом месяце у нас был запланирован поход в театр. И вот у меня в руках билеты. Есть билеты на балет, но трамвай билетов нет. Вы совершенно правы. Именно на балет, потому что оперу вам пока слушать рановато. И нам всем невероятно повезло, потому что в нашем городе три дня гастроли театра «Балет Москвы». Билетов уже нигде нет. Полина Сергеевна, а что за балет? Это один из лучших русских балетов Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». А что вы так вздыхаете? Сухомнин, вы что, уже видели этот балет? Никак нет. А я видел. Садитесь. Ну, Макаров, расскажите тогда сюжет этого произведения. Ну, а там все просто. Она сначала прыгает, прыгает, а потом хлоп и умирает. Кто умирает? Ну, как кто? Птицы. Ну, это, кстати, очень подозрительно. Макаров, можно подумать, что вы были не в театре, а на птицей фабрике. Садитесь. Балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» – это визитная карточка русского балета. Это история о бесконечной любви и верности, о предательстве и искуплении. Главный герой балета – юный принц Зигфрид, сын богатых родителей. Он ведет легкий и беззаботный образ жизни, развлекается с друзьями. Но в один момент беззаботной жизни приходит конец. Родители хотят, чтобы принц сделал выбор. Выбрал себе спутницу на всю жизнь. Принц не готов к такому повороту в своей жизни. Он не знает, чего он хочет, и в отчаянии бежит на старое болото. И там, на болоте, он видит лебедей, которые превращаются в прекрасных девушек. В одной из них он встречает идеал, о котором он всегда мечтал. Это принцесса Адетта. Во что одета? Так зовут принцессу, Адетта. Уф, и это неинтересно. Вот если бы она была бы раздета, тогда бы и балет по-другому назывался. Петька, блин, что ты влез вообще? Заткнитесь все. Продолжайте, Полень Сергеевна. Ага. Ну что, летчики за летчики, к позору готовы? Товарищ прапорщик, к какому позору? К вечернему. Мы же сегодня в театр идем, так? Так. А почему сразу к позору? Потому что каждый год одно и то же. Учишь вас, учишь, учишь. Все как в песок. Товарищ прапорщик, не волнуйтесь, сегодня будет все в шоколаде. Ну, правильно. Сегодня в шоколаде, а в прошлом году в апельсиновом соке, так? И в жевательные резинки. Звоз первого! Вольно. Значит так, эстеты. Сегодня в театр идет не только наш взвод, а практически вся рота. Поэтому в зале будет очень много суворовцев. А, я бы сказал, добрая половина зала. Вот именно. Поэтому очень хочется, чтобы вторая половина не оборачивалась на первую. И не думала, что это за статы сюда пригнали. Значит так, никаких жвачек, конфет, шоколадок ваших, шуршащих. Да, и никаких у меня семечек. Да, особенно семечек. Всего вот этого у суворовца не должно быть априори. Всем все ясно? Да, пожалуйста. Товарищ майор, разрешите вопрос? Да, перепечка. А что такое априори? Раздавить меня. Так, форма одежды парадная. У вас полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и объяснить перепечка, что такое априори. Спасибо. 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 Что вас удивляет? Ну, вы знаете, я за вечер столько не продаю. Ну, замечательно. Пожалуйста. Ваш день. Так, бойцы, давайте получили программки. Разобрали. Товарищ пропечка, а поинтереснее. Ничего не было. Ну, почему же не было? Было, Макаров, было. Брошюра о том, как правильно убирать туалет. Да, и пособие о том, как правильно сдавать наряд. Трех тома. Купить? Не надо. Добрый вечер, суворовцы. Нифига себе выродилось. Слышь, заткнись. Алина Сергеевна. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы сегодня просто очаровательным. Позвольте. Слышь, Петька, дай сюда свою программу. У тебя уже есть. Я тебе потом двадцатку отдам. Так я еще не прочитал. Финина. Я вижу третий взвод в полном составе. Бередов у всех? Да, точно, точно. Значит, слушай меня внимательно. До первого звонка свободное время. После второго звонка, чтобы все сидели в зале на своих местах. Ну и не надо табунами ходить. Всем ясно. Так точно. Все свободно, выполняйте. Полина Сергеевна, может быть, буфет, чай, кофе? Спасибо, Иван Адамович, не до голода. Макаров, я что, неясно сказал? Свободное время. Товарищ Прабусик, я просто Полине Сергеевну программу купил. Макаров, во-первых, программки купил не ты, а я. А во-вторых, не надо, не надо мне тут… Нет, товарищ Прабусик, вот эту программку купили вы, а вот эту я купил Полине Сергеевне. Спасибо, Максим. Очень любезно с твоей стороны. Да, очень любезно. Ну, все-все, свободное время. Разрешите идти? Идите. Вот. Ну что, Полина Сергеевна, как говорится, встретимся в зале. Спасибо. На. Возьмите вот программку. Нет, я не могу его. Я не могу, не имею права, понимаете? Мы их даже не раскрывали, они лишние. Просто два человека не пришли. Нет. Программки на них купили. Ну, я не могу, я не имею права, понимаете? Это не положено, нельзя. Ну, хотя бы по десять рублей. Возьмите программу. Так. Не могу я. Что здесь происходит? Ничего, товарищ майор. Просто хотели бинокль купить, спрашивали, сколько стоит. Вот так не надо мне лапшу на уши вешать, коммерсанты. Пятый класс, вторая четверть, честное слово. А ну, быстро в зал. Так еще же не было второго звонка, товарищ майор. Дзинь-дзинь. Все, был. Извините. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Томплей. Томплей. Грустальный Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И что? Зато девчонки симпатичные есть! Где ты тут девчонок увидел? Им тут семь лет по тридцать минимум! Ты не на сцене, придурок! В зале, вон на балконе! Я не говорил тебе, надо было с собой бинокль брать! Эх, хорошо бы, если бы еще вместе с биноклем затычки для ушей продавали! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Товарищ правдорщик… Сиди и смотри… Я в туалет хочу… Раньше надо было думать… Ну, просто этот чай в Антракте я выпил и… Вот в Антракте, пил в Антракте и пойдешь… Ладно, давай быстрее! Пулей! Туда-обратно! Ну… Так точно! Как? Возьмите! Малет! Приятного аппетита! Балет отнимает много сил и энергии… Я просто в туалет и ехал… Я туалет себе по-другому представлял… Значит так, разговор не окончен, потому что нет времени… А сейчас с пулей в зал! С тингером! Так а… Я сказал быстро! Спасибо! Пожалуйста, Дмитрий Ильич! Дети-дети! Сколько у вас стоит 50 грамм коньяку? 120 рублей! Стакан минералки наличь… Стакан минералки наличь… Стакан минералки наличье… Грады! Браво! Грады! Грады! А мне отец рассказывал, когда в Советском Союзе кто-нибудь из правительства умирал, они «Лебединое озеро» весь день крутили по телевизору. Ничего себе, я же самолос дохнуть сможет. Лучше бы на избежал. В Генея Егина пошли. Там хоть дуэли, стрельба. Эх, трофея, трофея. Владимир Владимирович, Евгений Онегин — это опера. Чайковский, насколько я помню, написал три балета. Это «Спящая красавица» и «Щелкольчик». Всего лишь три. Это слава Павлович, что три. А вы, я вижу, Макаров неплохо знаете Чайковского. Да так, Поленья Сергеевна, меня родители затаскали. Куда мне деться? Да. Тяжелое детство. Значит так. Туалет. Простите. Туалет, буфет. Через пятнадцать минут встречаемся на этом же месте. Туалет. Полиня Сергеевна, разрешите я вас чем-нибудь угощу? Спасибо. Не надо, Максим. Откуда у своров сидели? Родители целый год копили. Полиня Сергеевна, угощайтесь, пожалуйста. Я там очень занял. Ну, хорошо. Давайте я возьму, а вы мне потом деньги отдадите. Ну, хорошо. Возьмите мне эклер. Хорошо. Пройдемте. Спасибо. Ящики Бродиков натаранил. На всякий случай. У нас же как-никак ищут бакта. Бакта? Блин, ну я столько не выдержу. Между прочим, у Трофимов там в третьем акте самый интересный. Да вы знаете, где у меня этот уже птичий гриб стоит? Вот здесь вот. Да вы, батенька, невежа. Полиня Сергеевна, вы конечно извините, но я эту байду бы сам за час мог встречать. Да ты гений, Трофим. Чайковский вам больше года мучился. А ты что, предлагаешь нам всем вместе помучаться, да? Ну, приятного аппетита. Приятного. Между прочим, Максим, Чайковский писал это произведение не больше года, а около года. И с перерывом. Ну да, ему же надо было еще третьей симфонии наварить. А вы это знаете? Я много чего знаю, Полиня Сергеевна. И вообще, собеседник я очень хороший. Вы кушайте, кушайте, полиня Сергеевна. Спасибо, Максим. А, кстати, а сколько я вам должна? Тысячу. Сколько? Да шучу. Пятьдесят рублей, потом разберемся. Спасибо. Правда вкусный? А вы? Я, я потерплю. Андрей. Саша. Я. А ты как здесь? Да вот, узнала, что вас поведут просвещаться. Решила не отставать. Понятно. А ты что, полковник Ноздрева ищешь? Не волнуйся, его здесь нет. Никого я не ищу. А ты рад меня видеть? Очень. Ну, тогда поцелуй меня. Чё, прямо здесь? Ну, а что? Ну, ладно. Вот те, на. Пришел на Лебединое озеро, а тут тебе Ромео и Джульетто. Пошел вон отсюда. Увидели, какой неотесанный и невоспитанный мальчик. Я вообще не знаю, как таких в театр пускают. Сам уйдешь, что-нибудь тебе помочь. Отелло в небе. Что ж, я удаляюсь сегодня. Это кто? Да так, прыщик. Еще один. Ну, так что? Что? Кто-то обещал. А, да. Завросто. О, как все запущено-то. Да, это первое, что вот такое серьезное. Так, взвод построились. Быстро построились. Валентина Сергеевна, может быть, вас проводить? Спасибо, не надо. Я сейчас машину продумаю. Ну, что вы, это не женское дело. Такси ловить. От на минуту. Спасибо. До свидания, Валентина Сергеевна. До свидания. Валентина Сергеевна, ваш БТР. Присаживайтесь. Желаю здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова